Вот так выглядит лес в декабре в Сочи. Кое-какие деревья остались ещё зелёные. Всем привет! Сегодня 22 декабря 2022 года. Я хожу по лесу одна, немножко стрёмно, потому что тишина очень давит. Любой шорох, у меня сразу глаза в разные стороны, но я с собой ношу вот такой вот баллончик на всякий случай. Но он, конечно, меня не спасёт, тем не менее, это меня немного успокаивает. Вот позади меня Лианы, на улице тепло. Тепло, но я как бы с утра была холодной, я одела куртку, я подумала, что 11 градусов, ого, как холодно. Ну, когда ходишь по горам, то жарко. Я вот на самом деле вспотела. Жаль, что я не одела другую одежду. Я надеюсь на эти какие-то грибы, но пока ещё ни одного грибочка даже поганки не встретила. Будем продолжать искать. А вот я пришла в небольшой кусочек сосновой рощи. Тут очень мало деревьев, они вон там закончатся. Красота, конечно, но надо отсюда быстрее выбираться. Шишечка. Очень стрёмно. И такая тишина кромешная. Триндец. Надо, короче, валить отсюда. Я действительно забрела фиг знает куда. Просто вот там вот крутой овраг. Туда я не смогу спуститься. Придётся как-то обходить. В общем, триндец. А там уже горы со снегом. Классно. Ладно, пошла я дальше. Мне надо выбираться из этих зарослей. Короче, я не знаю куда я выхожу, но приблизительно понимаю, это вообще если объезжать на машине, то это очень долго. Пахнет жутко газом. Полагаю, что здесь какая-то газовая станция. Ну, главное, я выхожу к людям. Ни одного гриба. О, что это? Пойдём посмотрим. Фу, как газом воняет. Точно. Там газ. Газовая зона. Ну, в общем, ладно, пошла. Там люди разговаривают. Я встретила ромашки. Вот такой декабрь у нас. В общем, я зашла в охраняемую зону. И, как мне сказали охранники на газовой вот этой вот, на этой территории, они сказали, что сюда вообще заходить нельзя. И мне идти почти километр. Триндец. Я тут хотела сократить, но там, мне сказали, очень крутые овраги. И, в общем-то, я не смогу их пройти. Придётся идти по дороге. Ну, в общем, да и хорошо. Я гуляю же. А ещё он мне сказал, что тут водятся медведи. И встречаются даже с медвежатками, что они в зимнюю спячку не входят. И что опасно мне ходить одной. Ну, это, конечно, жесть, реально. Я больше ходить в лес одно точно не буду. Ну, что, я вышла в другую деревню через гору. То есть, моя деревня вон там. Это надо гору пройти. Далековато, на самом деле. Если объезжать, то ещё дальше. Сейчас посмотрим, куда дальше двигаться. Или туда вниз, обратно домой. Ну, что-то мне уже страшно по лесу ходить. Говорят, там медведи с детёнышами. Поэтому посмотрим. И вот такой красивый вид открывается. Море. В общем, пока я ходила по горам, мне было жарко. Но как только я посидела чуть-чуть, я замёрзла. А вот тут вот интересный такой забор. Из кольев таких. Наверное, чтобы никто не залез. Но прикольно. В общем, я зашла в лес. Иду к озеру. И потом оттуда я пойду в сторону своего дома. Ну, уже как бы все леса тут вокруг себя. Я уже знаю, как, где, как пройти. В общем, супер, короче. Вот тут камушек какой. Интересно нашла. Красивый. Весь в плюще. А вот это уже похоже больше на ель. Но тоже не ель. Какая-то странная хвоя. Вот тебе, субтропики. Красота. Непроходимые джунгли. Бамбуки. Всякая это. Всякая разная растительность. Ели. Секвои. Эвкалипт. И все просто. Это я даже не знаю. Ольха, наверное. Но ольха разве бывает вечно зеленой? Ну, похоже. Не знаю. Вон там плющ. Джунгли. Короче. Субджунгли. Все равно красиво. И тепло. Круто. Круто. А вот это, чтобы вы понимали, это реально джунгли. Потому что вот это вот все, вот это вот висит. Это лианы. Непроходимые. Вот лианы. Вот это. Вообще просто жесткач. Жесткач. Это тоже. В общем, у меня уже садятся батарейки. Я тут и разговариваю по телефону, и снимаю. И вообще тут очень красиво. Все зелено. Декабрь. 22 декабря. Вообще вот лианы висят. Вообще просто супер-супер-супер. Вот булки. Походу они вечно зеленые. Плющ. Листопадное дерево. Ну, в общем, очень-очень красиво. Вот там вот вообще зелено-зелено. Может быть, камера, конечно, не передает. Но там прям зеленый, зеленый ковер. Вот там болото. Не знаю. Ну, надо как-то выходить. В общем, сейчас пока не села батарейка, надо посмотреть, как мне выйти. И выползать отсюда. Ну, без грибов. Ничего, я не буду останавливаться на этом. Я пойду еще в январе и в феврале пойду. Я буду искать. Я буду везде изучать. Рано или поздно найду. Ну, вот он, тот же самый лес красивый и с секвой. Рано или поздно найду. Вышла к какому-то ручейку. И вдоль нее сейчас пойду. Уже буду снимать по минимуму, потому что батарейка садится. 11 процентов. Но вот смотрите, декабрь, 22. Как красиво, да? Вообще просто. На самом деле я уже не грибы смотрю, а как выйти из леса. Потому что я немножко заблудилась. У меня садятся батарейки. Если они сядут, я вообще не выйду. Ну, все вроде. Я вышла. Вон, я вижу, дома стоят. Вышла по грязной дороге, тропиночке. Но я не одна такая. Тут еще кто-то ходил. От плющ. Вот они, субтропики. Здесь голые, лысые деревья, а здесь зелено. Это вечно зеленые деревья. Пальмочки. Папоротники. Пальмочки. И так далее. Ну, а это листопадные деревья. Лавруха. И вот куда я вышла. Заброшенное какое-то здание. Похоже на садик. Щель между забором. Вот там какая-то площадка. Здесь спортзал. А здесь, походу, заброшенная школа. Старая. СССРовская. Вот. Не знаю, видно, не видно. Но это, короче, зал. Полы. Нормальные, отреставрированные. Баскетбольный зал. И вот куда я вышла. Ой, мамочки, тут закрыто. Я выдаваюсь отсюда. О, мой карабал. В общем, меня выпустил охранник. Оттуда. Сказал, что я могу помыть свои собаки какой-нибудь лужи. Я уже там не стала снимать. Просто это. Сейчас буду искать лужу.